Такая фигня идет, и поэтому сейчас идет, как это, флешмоб, вот вспомнил слово, флешмоб, и все передачи на телевидении начинаются со слов благодарности нашим врачам, и сейчас у нас идет запись, поэтому я предлагаю поаплодировать прямо вот так, прямо в эфир, сказать им всем спасибо за то, что они сейчас даже на передовой. И, как говорится, подержать за них кулачки, раз если у них будет хорошо, будет и у нас. Вот, а теперь я предлагаю, так сказать, накрывать на стол, как говорится, и вот, переходим к самому-самому интересному. Хвастайтесь, ё-моё! Кто что принес, а ну-ка, кто что принес? Хочется баночки ваши, Зинаида, увидеть. Ой, сейчас, сейчас я с другом баночку возьму с собой, а то ведь эта баночка-то все подкрывает. Слушай, Ксения! Вот Ирина Капустина рекомендовала, у нее были ароматы разные вот эти новинки, и она сказала, что вот ей больше голубая, чем розовая понравилась. И я вот всем рекомендую, она действительно, отзывы хорошие, людям нравится. Розовая, она сладковатая. Нитритерная? Ну, на мой, я люблю тоже сладкий, на мой взгляд, нет. Но она, я взяла просто на лето. Отчего на коробку. То есть у вас получается и розовая, и голубая, да? Я сейчас вот такую нанесла, правда, она с бантиком идет в каталоге, парфюмированная. Очень-очень нестойкая, очень долгая и на одежде. Это какая, Ларита? Как называется? Она идет с бантиком в каталоге. Которая эклад? Которая эклад называется? Эта эклад, да-да-да. Барфюмированная, по-моему, она. Вот это бантик у меня куда-то делся. Вот она на 31-й. Которую песенку сочиняли. Да, она очень вкусная, кстати, по анамаку. Вот эта. Это тоже, кто брал, очень нравится. И долго держится. Ну, да, они очень хорошие по стойкости. Обратили внимание? Я даже не спрашиваю разрешения за хури. Смотрите, вам не пахнет. Если честно, девчонки. Не сказали бы, так никто бы и не заметил. А, подойдите, у нас запись идет. Сейчас там скажут, что вот он. Не за здоровый образ жизни. Если честно, пока я тебе и доготовит, я влюбилась давно уже вот в такой аромат позы. Именно вот это. Мне понравится дезодорант. Если честно, вот моя любовь, видите, аж закончилась пустая баночка. Ничего себе. У меня много ароматов, поэтому мало. А вот эта баночка настолько нам даже детям понравилась. А по стойкости как, Лариса? Они просто нравились. Вот это, парфюмированные воды, они больше содержат эфирных масел. Поэтому они стойкости. И знаете, сегодня вот уже забрала Лена. По акции сейчас идет «Парадайз». Она очень изысканно дорогой, тоже парфюмированный аромат до 8 апреля. Акция. Она 639 рублей по стоимости накладной всего. Я стесняюсь, простите. Это какая акция? Акция, которая идет в шампунь «Лимон». В смысле, в каталоге? А, вот все, все, понял, понял. До 8 числа она по очень хорошему предложению «Парадайз». Очень дорогой восточный аромат. По-моему, с красным перцем. Он такой с горчиночкой, с перчиночкой, я бы сказала. Вот. Поэтому тоже обратите внимание. Я его встали давно в каталогах, не видела этот парфюм. Да-да-да. Может, свой аромат выстрелит? Привет, Наталья, ты включила звук. Кто включил? Звук Наташа включила. Ура-ура! Да. Надеюсь, она нас тоже слышит, да? Слушайте, девчонки, ну так круто вообще. Я столько энергии получаю. А ты как мероприятие. Дай послушать. Наида Браункина. Да-да-да, я с ним учу. Анжелика, ты говоришь, у тебя поза с «Парадайз», да, есть? Да. У меня под заказ был «Парадайз», и я его, ну, срывал при мне молодой человек. Очень классно пахнет парфюм, и очень долго держится. Он нежный такой. Ну, короче, классный. Угу. Ну, круто. Мне вообще, как бы, мужская линейка больше нравится почему-то, чем женская, если честно. И вот один из «Парадайз-мен», и который... Ну, послушайте. Вот секрет, который мужской, прям... Нересный такой. Понятно. Так, вот, дошли мы до Зинаиды. Сказывается, что вы заказали. Я так поняла, еще в Зинаиде масочки, да, пришли? Вот эти новые, которые в вашей серии. Не пробовали? Я еще не пробовала. Я еще, честно говоря, не пробовала. Вот это с эффектом сауны. Ага. Ага. Если, я так скажу, если шоу, у нас Наташа специалист, она просветит. Да? Ну, вот эту новиночку я еще не пробовала. Я поэтому и спрашиваю. Она только вышла же еще. Вот она. Я знаю, что ты там с масками дружишь. Я тогда, конечно. Маски наши, все. А увлажняющую, Наташа, ты пробовала? Которую? Оптимус. Вот эту еще нет, тоже не пробовала. Хоть она и давно в ассортименте. Вот мы все масочки взяла. Я масочки на Вэйдж пробую сейчас. Вот мы всем будем марафон масок запускать, да? Да, вот. Нашли бойца еще одного. Я хотела спросить за маски из линейки Love Nature, которые для волос у нас появились в этом каталоге. Кто-то их уже сегодня получил, успел попробовать. Просто в каталоге запах такой, что нереально, мне съесть хочется. Запах манго такой сочный. Я сама только завтра буду заказ отправлять, поэтому, может... Саша, я завтра попробую, потом напишу. Пришли? Да, я заказывалась. Анжелика, а можно тебя попросить открыть, так чуть-чуть посмотреть, запах у нее такой же, как в каталоге или нет? Нет, я сейчас вот не могу, как в каталоге заберу, вот у меня пока вот не дома он, не получил я на руки заказ. Ну ладно. А я знаю, где твой заказ. Да, ты что? Так откройте тогда. Так не могу, Анжелика, он далеко. Понятно. Ты знаешь, Наталья, если честно, я на эти маски почему-то не обратила внимания, столько событий всяких разных, но когда я увидела, когда девчонки общались между собой и рассказывали про эти маски, я думаю, боже, я думала, что это для лица много масок, а это, оказывается, для волос. Да, они такие красивые, такие запахи сочные, я бы хотела, если еще эффекта с них будет, то, блин. У них вот такой сочный запах, Наталья. А так вот твоя же, что ты, значит, плачешь? Я завтра планирую заказик отправлять, надо добавить, наверное. Надо все добавить, они 55. Да, конечно. Я и не раздумывала, какую из трех взять, я все хочу попробовать. Там 30 миллилитров, в принципе, прилично получается. Ну вот завтра заберу заказ и нанесу, посмотрим, как и чего. Зинаида, у вас там еще интересного есть в заказе? Ну, я набор заказала, за который я сделала 150 базовых, у меня 75% скидка, поэтому я воспользовалась. Вот вельвет, три в одном, крем. Я тоже хороший набор смотрю. Наборчик. Хороший набор. Не рано, он же 40 там, по-моему, или нет? А только крем. Вельвет, он же 40 плюс. Да. 35, 35. Наташа-то не рано? Нет? Ну, не знаю. Сколько лет? Для профилактики. Он же идет многофункционально. Его можно как маску. Его можно использовать. Вольт. Ты не запробовала, да, этот бальзам? Да, да, да. Я просто думаю его именно как маску использовать. Расскажи подробнее. Можно как маску использовать, можно как дневной крем, а можно как наддневной крем, как праймер перед нанесением тонального крема. То есть это такое многофункциональное средство получается? Да. И если ты куда-то уезжаешь, что сейчас не актуально, то его можно взять вот эту одну ванночку и очищение. И по сути справится как дневной, как ночной крем. Ну, то есть такой хороший продукт. А если его как маску делать, то как? На сухую кожу ее ставить, потом... На очищенную глазную кожу наносим на 20 минут и потом просто убираем салфеточкой. Ты можешь остаться. Нет. Нет. Я же не думаю. Это моя. Я тебе другой закажу. Я не знаю. И мне чего-то держать. Мы получили заказ первого каталога и делим косметику. И чего вы поделить не можете? Румяна в стике, Джордани Голд. А ну, а мне опять забрали. Берешь ложечкой и делишь. А я даже не заметила в каталоге, слушайте. Да. У нас вечная война начинается по поводу косметики. Слушай, ну вы же живете в одной комнате, но отдал жить в одной другой. Ну, потому что у нее уже есть, я заказала для себя. А она опять забрала у меня. Да нету таких. Вот что дело. Поэтому теперь это война. Ага, понятно. Тебе надо научить ее. Чтобы Ксюша сама себе заказывала. Да, ей надо отдельно заказывать от меня. Знаешь, что ты не заказывала? Сейчас она посмотрит, то, что она посмотрит, больше ничего не будет. А ты что для себя такого хорошего, если там заказала? Я заказала витамин, пакетную воду и гель для душа. Вот это все, что мне останется. А остальное либо под заказ, либо Ксюша заберет у меня. Вот там рукой все сгребается. Да-да-да, успевает, пока тут отбегается. А ты, Надя, что-то под заказ? Как свадьба в Малиновке. Это тебе, это снова тебе. Это опять тебе, да? Это все мне. Да. Да. Ты что-то не открывай. Зина, ты зеленый аромат не заказывала еще? Нет еще. Какой зеленый? Ну, в этом патологии еще зеленый. Я тут красненький голубенький заказала, попробовать. Кисточка-то еще из этой коллекции зеленый есть? Нет, я заказывала. Я вот заказала Эклад Фам. Кто-нибудь пользовался, девчонки? Он как нормальный? У меня есть. Я теперь не пробовала. Ну, хочу попробовать. Парфюмированный, парфюмированный аромат, долго, долго держится. То есть, если взять вот такие вот ароматы, это вот они как раз весенние, летние, такие легкие, которые, ну, как бы не то, чтобы быстро в ветре. Сейчас же тенденция такая, чтобы можно быть разной в течение дня, чтобы быть разной. Вот. Парфюмированные ароматы, потому что парфюмированные ароматы, они более стойкие, они, ну, как вечерний вариант, как более... Вот сейчас на весну можно использовать вот такие парфюмированные ароматы, а летом однозначно захочется использовать вот такие вот легкие. Да, Наталья? Что скажешь по этому поводу? Я скажу, в любое время года можно пользоваться ароматами, которые тебе нравятся. И даже такие насыщенные, как Экла, да, вот в этой черной коробочке, которая летом, вечер, пошла гулять, и, пожалуйста, требуя гулять вечером. Летом, да, я надеюсь, мы будем гулять уже, выходить на набережную, там куда-нибудь они, на Мусаки, как сейчас, 100 метров от дома. А потом мы только... И нам гулять на открытый боковой с коляской входим сейчас. Нет, я могу сказать, что вот этот аромат из серии, вообще из серии Экла, он всем подходит. Он как-то так, что... А Экла-тамур? Кто не... У меня Экла-амур есть. Вот это вообще нежная, нежнятина, романтичная, романтика, как бы еще бы сказать. Нежный, цветочный. Он походит на весну как раз. И по стойкости он, ну, часиков 6-то держится. На шарфике долго-то. Максим тоже хочет этим спать. Чшш, ты говоришь? Девочки, чшшш. Ха-ха, чшш. Ага. Если взять Экла-амур мужской... Вот мы когда-то садили в Нобеле. Очень многим девчонкам, женщинам понравился мужской Экла-амур. Там идет мята, по-моему, садили в Нобеле. Мы не знаем, что мы садили в Нобеле, чтобы мужской заказали. Поэтому можно заказать для мужа и салют по-жалютам. Вот если нравится мужской, вот эти девушки получатся мужскими ароматами. Он не чисто мужской. Он не чисто мужской. Он какой-то такой нейтральный. Мне он самой понравился больше, даже чем вот этот совсем нежный. Вообще. А мне нежный понравился под настроение такой. Но я им частенько пользуюсь, кстати. Мне подходит. Ну а по стойкости он как, вот Амур? Амур часиков на шесть, но, говорю, на шарфике у меня дня два может держаться. На полдня он всегда держится. У меня тоже есть такой. Как тебе, Анжелика? Мне нравится, да. Он полдня держится легко, даже вот... Часов шесть, это стабильненько есть такое. Я прям когда тестировала, я себе засекала. Вот я нанесла, я хожу. Так, ага. Еще пахнет. Ага. Да. Мне из этого каталога нравится еще вот такая вода. Сиреневая. Мисс Джордани, которая интенс. Вот. А, это снова появилось, которая в каталоге написана? Да. Да. Вот я не знаю, видно ли это вот такой вот аромат. Видно, видно, видно. Видно, видно, видно. Ну и как? Такой нежный. Тоже нежный, слойкий. Такой приятный. Не нарядчивый. Не склактоватый, но не приторный. Угу. Поэтому хороший аромат. И по стойкости, и по стоимости он какой-то довольно-таки демократичный. А у нас все демократичные. Не, ну здесь вообще 769 по цене каталога и минус 20 процентов. Там получается совсем смешная цена. Я не люблю по 799. Я люблю дешевле. Вот такой аромат в Екатеринбурге мы тестировали. Мужской. Очень-очень мне тоже понравился. Вот по стоимости он лояльный. Какой лояльный? Вот такой вот. Мужской. Мужской. Мы тестировали. Понравился очень. Что-то там Надя еще в руках держит. Я взяла каталог. Посмотрите, на какой странице вы листаете. Действующий каталог. На 48 странице мужской аромат. Такой. Лариса, покажи, расскажи. Несмотря на то, что он стоимость недорогой, 48 страница, но он очень достойный. А, вот на чай. Да. Если надо на подарок, и упаковка классная, и аромат классный. И по граммам 100 миллилитров. И стоимость хорошая. Ну, короче, все в одной упаковке. Да. Стоимость он на подарок. Вообще шикарный. Они все хорошие, но этот вот. Если вас будут спрашивать, рекомендуйте очень многим. Мне кажется, многим, ну, как на разный возраст он. Кстати, когда мы говорили про Эклад, как вы сказали, Амур, да? Да, да, да. То есть смотрели, на какой возраст этот аромат подошел. Мы не могли понять, мы поняли, что он для всех возрастов. Это тоже, кажется, на любой возраст. На любой, на любой. Он, девочки, в следующем каталоге будет со скидкой. Там 999, и там можно будет еще акция. Ой, ребята, следующий каталог – это вообще бомба, так же, как и действующий. Да, похвастаюсь, Наталья еще не получила, я сегодня получила. Ну да, я тоже получила. Я на сайте посмотрела. Мы когда открыли первую страничку, тоже обалдели. Ну, короче, это уже потом. – До новых встреч. Спасибо. Продолжение следует...